Добрый вечер. Как вас зовут? Елисей. Елисей, очень приятно. У нас гостя с таким именем точно никогда не было. Красивая, старинная имя. Когда вы родились? Еврейская. Тем более еврейская. Когда вы родились? 26 марта 1981 года. 26 марта 1981 года. Время? 5.59.07. Прекрасно, карта идентифицирована. Вамиш. Где? Вами, Вами. Вы делали идентификацию. Ой, спасибо большое. Спасибо. А место рождения? Пермь. Пермь. Замечательно. Так, итак, вот у нас наш гость. Пожалуйста, Елисей, вам слово. Возникают мысли по поводу смены сферы деятельности. Вот, думаю, куда податься. А где вы сейчас? Сейчас работаю в продаже интернет-рекламы. Ну, одиннадцатый пустой, уран ретроградный, единственный уран на хорошей звезде Талиман, но этого мало. Давно вы продаете интернет-рекламы? Я не знаю. Лет пятнадцать. Ну, то есть вы, да. А почему вы решили сменить? Думаю, что-то, может, интереснее будет. Ну, есть мысли, нравится психология, нравится там инвестиции, ну, то есть какие-то достаточно полярные направления, ну, вот, может, что-то в этом плане. Психологию одобряю, нептун в кульминации, неретроградный, в знаке владения, седьмой дом переполнен. Для психологии у нас все более чем хорошо. Инвестиции, ну, это не работа. Ну, это так, на старость, на пенсию. На пенсию. Так, второй дом Телец, Дева, Козерог, двадцать девять тут и двадцать девять тут. Про старость информация отсутствует, в смысле, про материальное, помните, мы это смотрим, как в старости, нет информации, а самое главное, у Елисея, вот это самый главный козырь, стационарный Нептун, он может быть роскошным психологом. Елисей, а какое у вас образование ваше? Управление на предприятии в сфере культуры. Могу ансамблем песни и пляски руководить, музеем или библиотеем. О, это, кстати, то, что стационарный Нептун сделал. Ну, это близко, то есть гуманитарное образование. Гуманитарное. Но это, вы бакалавр или вы еще учились по специалитету? Бакалавр. Бакалавр. Коллеги, а он может, допустим, в магистратуру на психологию? Да, может. Может. Прекрасно, Елисей, подумайте об этом. А может и не в магистратуру, это мы так просто, мысли вслух. Но психология, это сто процентов ваше. Сергей Приклеевич, он еще в Абгите учился, но не доучился. А на кого? Режиссура неигрового кино. Режиссура неигрового кино. То, что не доучился, ну, к лучшему, в пустой пятый дом, оно бы все равно не пошло. И режиссер должен быть силовиком. А Елисей мозговик. А для психолога быть мозговиком как раз наоборот хорошо. Хорошо. Вы прирожденный психолог. Спасибо. Вам нужно идти по психологии. Вот. Поэтому, может быть, не бросать сразу интернет эту рекламу. Вы работаете в каком-то агентстве или сами... Агентство, я наемный работник. Наемный. Но вы давно в нем? Шестой год. Шестой год. Елисей, смотрите, пока прогрессивная луна идет по третьему дому, я бы рекламное, как вы считаете, не бросал. Это как минимум до конца июня следующего года. У вас же агентство продолжает? Правда. Ведь медиа и эти рекламные агентства, они же на ковиде не потеряли, а наоборот только дела же не хорошо идут. И вообще, как говорят, вся реклама, вся реклама уже в ближайшее время будет только в интернете. То есть без интернета вообще никак. Вы же согласны? Да, абсолютно. Елисей, пока не оставляйте основную работу, как минимум до конца июня следующего года, а параллельно надо подумать, вот каким психологом вы себя видите, в качестве кого. Вот что именно в психологии? И там же очень много тоже направлений. Наверное, корпоративным, скорее. Корпоративным психологом. Но надо посмотреть, где этому надо поучиться, потому что все равно в любом случае что-то надо, ну как бы, ваше образование по культуре, оно близко, но не то. Да, поэтому надо пройти обучение. Корпоративное, это какой дом? Что? Корпоративное, это какой дом? Корпоративное, вообще это шестой. Ну это пока, коллеги, мы же не знаем, это так он просто, а может он потом захочет быть там совсем другое, гештальт психологом, например, или еще какое-то направление. Ну это методы разные, а главное в каких обстоятельствах, то есть вот доме, это же, в каких декорациях? Ну, корпоративный, это шестой дом. Методы могут быть разные. Методы могут быть разные, да. И психология в эпоху Водолея будет очень востребована, потому что Нептун в Водолее в экзальтации, и астрология, поэтому психология, астрология, очень востребованные вещи в настоящем и в будущем. Так что, Елисей, вы стоите на правильном пути. Спасибо. Да. Есть у вас еще? Ну, мы в Москве. Не-не-не, так не надо, пусть будет психолог. Ну, Южный, это в 12. Да, да. Еще один маленький вопрос по поводу планирую, ну, приобрести квартиру. Где? В Москве. В Москве. В Москве, да. Это еще одну или у Москвы? Не-не, у меня ничего нет. Нету. Нету. А вы живете в Москве? Да, у жены. У жены. Да. Она москвичка. Да. Ну да, потому что Елисей, хотя у нас там просто уже компьютер подгрелся, он не москвич. Так, вы живете в квартире жены. А почему хотите свою, в смысле, сбилось, сбилось, да, еще раз место рождения. Пельмь. Пельмь, да, да, да. Сейчас все вернется, это я просто уже к вечеру компьютер греется. Так, пельмь, и когда вы хотите покупать? Сатурлитрограммин. Ну вот, не знаю, может быть, в ближайшее время. Прямо час. Ну, не прям сегодня, ну, сегодня уже закрыто просто. Нет, 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 сегодня не закрыто. Регистрат, Росвиестр тоже перешел на эпоху Водолея, и сейчас регистрация сделок идет круглосуточно, в три ночи вам выдадут документы, где будет написано, что право собственности зарегистрировано в три часа ночи. Вопрос в том, что вот в одном районе уже живу. Где? А Южно-Портовый. А Южно-Портовый, это близнецы. Ну, неплохо, третий сектор, нейтральный. А в каком лучше? В каком лучше? Ну, раз, во-первых, тут в первом роскошном. Там только Марс, ну, а Ирида, но там Солнце, Венера, Веркурия, в Овне. Я бы тогда еще на десятый сделал ставку. Если связывать будущее с психологией, а там стационарный Нептун, десятый сектор для Овна, это Козерог, север Москвы. Биберевым, Ленинградский, Алтуфьевский, Алтуфьевский. Ленинградский, это Стрелец. А десятый, это Козерог, это вдоль Дмитровского и Алтуфьевского шоссе. Понял. Южно-Портовый неплохо, но не фонтан. Оттуда надо уходить. Хорошо. А вы уже в поиске? Ну, так присматриваю. Ну, то есть пока предварительно. Вообще, еще ни одного варианта не смотрел. Но собираетесь. То есть планы более серьезные. Симотекой? Ну, вот, кстати, второй вопрос. Давайте. Ипотека или без ипотеки? Да, ипотека, не ипотека, и на себя или на жену. Или на себя или на жену. Вы же в официальном браке. На себя и все. Да, то есть это все равно не. Нет брачного контракта? Контракта нет, да. Венера-Сатурн. Венера-Всходящаяся. Точно так же, как у первой гости. Плутон запрещает ипотеку, а Венера-Всходящаяся оппозиции к Сатурну. То есть можно, но лучше без ипотеки. Ну, все-таки Плутон, Венера-Всходящаяся. Будем копить. Копить будем. Да, лучше так. Лучше без ипотеки. А кто же на опознавку Зодиака? Скорпион. Жена-Скорпион. Ну, все хорошо. В общем, с квартирой пока оставьте на перспективу. Может, просто всю жизнь. Ну, целую какую-нибудь, да? А зачем? Вы же... Ну, вы... А что, вам же у жены плохо? Нет, хорошо. Ну, все равно можно еще путешествовать, снимать, нет? Да, можно, конечно. Ну, лучше сконцентрируйтесь. Кстати, Ригель там, ну, Ригель это про родителей, наверное. А как у родителей со здоровьем у папы? Слава Богу, вот папа где-то в конце декабря ждет дочку. Ну, все. А ему 64 года. Ну, все. Папа ждет дочку. То есть у вас будет сестра. Да. Отлично. Маму не от папы. Вам коллег ваш. Мама наша коллега. Поэтому, Елисей, подытоживая, подытоживая, Елисей, пока с квартирой откладываем, а вот психология это да. Спасибо большое. Это ваше. Желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо.